А если завтра война? Не доиграются ли США и Россия до Третьей мировой? Сюрпризы экономики по-украински. Почему укрепление гривни не приводит к снижению цен? И сколько еще наша валюта может отвоевать у доллара? Премьер говорит, с какими успехами и неудачами Кабмин подошел к своему двухлетию. Владимир Гройсман отчитается в подробностях недели. Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Главная тема это, конечно же, обострение ситуации в Сирии. Последние события могут вызвать еще более масштабный конфликт и даже привести к прямому столкновению американских и российских военных. США вместе с союзниками все еще готовят ответ на химическую атаку, произошедшую в Сирии в минувшую субботу. В понедельник Дональд Трамп пообещал, что удар последует в течение нескольких дней, а уже к среде передумал и отложил военное решение. Надолго ли? Чем ответит Россия, пообещавшая защиту сирийскому президенту Башару Асаду? Как раз его международное сообщество и обвиняет в применении химического оружия против своих же сограждан. Попробуем выяснить сегодня. Впрочем, хочется, чтобы вот эта главная тема не затмила все остальные и не стала единственной. Так что о Сирии говорим чуть позже. А сначала все-таки о наших украинских делах. Они заслуживают не меньшего внимания. Курсовые качели, например, не останавливаются. На этой неделе американская валюта упала до психологически важной отметки в 25 гривен. Конечно, уже через несколько дней доллар немного отыграл позиции. Но вот все равно от зимней паники, когда эксперты всерьез обсуждали 30 гривен за один доллар, не осталось и следа. И заметьте, хотя доллар падает, цены в магазинах, след за ним не снижаются. Но ведь их рост всегда объясняется как раз подорожанием валюты. А почему так происходит и чего ждать дальше, разбиралась Павлина Василенко. Крепкая гривня. Второй месяц нас валюта демонстрирует чудеса выдержки и роста. Но вот удивительно, вместе с ней растут и цены. Поднимаются с каждым днем, пройдешь и все выше и выше. Александр в Киев на рынок каждую неделю привозит мясо и молочные продукты со своего фермерского хозяйства в Черниговской области. Говорит, с ним торговаться бесполезно. И так доход небольшой. Затратная часть на ту же самую дивлю, ту же самую скота, знаете. Если вырастает затратная часть, то автоматично и концевые продукты взрастают. Продавец Иван, сосед Александра, уверен, во всем виновата солярка. Именно из-за нее поднимаются цены на товары. Если солярка подошвит, то все будет дешево. Все зависит от доставки, вы уже знаете. Урожай, говорит Елена, тоже влияет на цену. Она уже третий год из Херсона в Киев привозит овощи. Но чтобы урожай был, нужно теплицу отапливать. И тут же прямая привязка к коммунальным тарифам. Отопить надо свет, газ. А цены какие, с рубля на 7 гривен, подскочил газ. Естественно, цены будут сумасшедшие на все эти ранние овощи. Так что дешевых можно не ждать. Но даже сейчас на праздники люди покупают меньше. Если год назад брали килограммами, то теперь поштучно. Если в прошлом году в это время, то мы привозили очень много. И все продавалось за день. То сейчас вот это мусолышево. И если овощи украинцы могут себе позволить чаще, то мясо стало чуть ли не деликатесом. 120 задняя, 115-110 передняя. Вот берите дешевый ливер, 35 гривен. На листнички делайте, кушайте. Печеночка тоже, 35 гривен. Пойдет? На месяц раз. Раз, да? Да. Частейшие? Частейшие по такой цене 120-140. Для нас, пенсионеров, невыгодно. Коммуналка и дорогое топливо – ценообразующие факторы. И вот что, казалось бы, странно, цифры на АЗС всегда связывались с цифрами в обменниках. Почему же сейчас на заправках ценники не меняются? Оказывается, во всем виновата нефть, которая на мировом рынке дорожает. Поэтому в снижение цен на горючее не верит никто. Не чути подышевения, не, не, не чути ничего. А ты что, доллар отпадает зараз? Я считаю, что это время. Только после нас закончится, и снова побежать вверх. Получается, крепкая гривня еще не повод снижать цены. Во всем виновата нестабильность украинской экономики. Импортеры и производители для перестраховки закладывают в цену курсовые риски. Да и отечественная продукция часто зависит от импорта. Со всеми заложенными курсовыми перестраховками и рисками. Даже в рецепте украинского борща есть обязательный ингредиент – американский доллар. Еще одно подтверждение, что украинские цены зависят не только от Франклина и Вашингтона, это наши заработчане. Сергею помогает тесть и теща из-за границы, но говорит, его покупательная способность – наглядный пример валютных уравнений с ценовым знаменателем. О постоянном росте цен свидетельствуют и данные госстата. За год больше всего подорожали хлеб, мясо, молочные продукты, фрукты и яйца. А вот рекордсмен ценовой гонки – национальная гордость, сало. Его стоимость повысилась почти на 70%. Еще одна из причин, по которой могут немного подняться цены – это повышение минимальной зарплаты. Людям дадут дополнительные деньги, они пойдут на рынок, будет дополнительный тиск на рынок, цены будут росты. Плюс, с другой стороны, 400 ляжет в себе вартость продукции. А вот кого украинские цены радуют, так это туристов. Альма и Лина сравнивают. В Литве, где минимальная зарплата 400 евро, все в разы дороже. Ну вот были в ресторане, мы даже невероятно мало заплатили за хорошую еду. У вас поменьше зарабатывает, но у вас еще дешевый. В принципе, да. Подорожает, не беспокойтесь. Эксперты прогнозируют, скачок цен возможен осенью. Да и долго ли доллар продержится на отметке 26 – тоже большой вопрос. Ведь в бюджете заложена другая цифра – почти 30 гривен. Павлина Василенко, Ольга Паломарюк, Сергей Коваль, Даниль Косаковский. Подробности недели. Телеканал Интер. Кстати, на фоне обострения в Сирии нефть на мировом рынке показывает чудеса роста. Впервые за 4 года цена барреля выросла до 72 долларов. Правда, за последние сутки нефть чуть-чуть подешевела. Но эксперты говорят, что тенденция все равно на повышение. Так что теперь возможно очередное подорожание бензина и других нефтепродуктов. И снова МВФ. Уже через несколько дней эксперты фонда вместе с представителями Всемирного банка будут обсуждать перспективы сотрудничества с Украиной. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его словам, пока еще нет конкретной информации, когда же наша страна может получить очередной транш. Но традиционные весенние встречи международных кредиторов – это время для обсуждения как раз таких решений. Поэтому в Нацбанке призывают срочно активизировать усилия, чтобы сотрудничество с МВФ продолжилось. И деньги все же в Украину пришли. При этом в НБУ сохраняют оптимизм и ожидают транш уже очень скоро. На языке финансистов это называется в начале третьего квартала. Всего же за год ожидают 2 миллиарда долларов от МВФ. Вот только... А как же условия для получения этих денег? Политики до сих пор не решаются ведь их выполнять. Что конкретно требует фонде, напомнит наша справка. Отношения между Украиной и МВФ длятся долго и с переменным успехом. В последний раз финансовый союз закрепили в меморандуме 2017 года. На 34 страницах документа ценой в миллиарды долларов – условия, которые должна выполнить Украина. Часть условий уже выполнена. К примеру, принята пенсионная реформа. И, соответственно, часть денег от фонда уже получили. Но целый ряд срочных пунктов – до сих пор лишь далекая перспектива. Самое острое условие, которое звучит как ультиматум – это создание антикоррупционного суда. Уже этой весной. Но это решение постоянно откладывают. Покрылся парламентской пылью и документы о расширении полномочий НАБУ. Разрешить детективам бюро независимую прослушку избранники никак не решатся. Хотя обещали еще полтора года назад. Надежно спрятан в комитетах и законопроект о создании финансовой полиции. А к земельной реформе, которую давно требует МВФ, украинские депутаты даже подходить боятся. Уж слишком это благодатная почва для политического пиара. Поэтому в который раз, как бы ничего не вышло, продлили мораторий на продажу земли. И еще одно – цена на газ. Фонд требует снова ее повышать. Решение пока откладывается. Да и вообще пунктуальностью наши политики точно не отличаются. А значит, задокументированные обязательства еще долго могут оставаться лишь бумажными обещаниями. Разве что у антикоррупционного суда есть шанс. Ведь поэтому обязательства Украине отступать уже некуда. На кону очередной транш. Но не все сводится только к этому очередному траншу. Его все равно не хватит. В ближайшее время Украине предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу. За несколько лет придется отдать около 15 миллиардов долларов. При этом в резервах Нацбанка сейчас сопоставимый ресурс – около 18 миллиардов. Явно не обойтись без более существенной помощи от иностранных кредиторов. Кстати, замглавы стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта подсчитал, сколько каждый из нас уже должен, если разделить внешний долг страны на одного человека. Сумма впечатляет. На каждого работающего украинца уже приходится по 128 тысяч гривен долга. Вот и получается, чтобы полностью все вернуть с учетом средней месячной зарплаты, украинцам пришлось бы работать примерно по 18 месяцев. Всего же мы с вами должны кредиторам уже больше двух триллионов гривен. С этой темы давайте и начнем разговор с премьер-министром Украины. Завтра, 14 апреля, ровно два года, как Владимир Гройсман был назначен на этот пост, премьер-министр обещал отчитаться в прямом эфире о своей работе. Обещали, Владимир Борисович, обещали. Но вот как раз сегодня у нас такой разговор и состоится. Спасибо вам за это и спасибо, что пришли. Дякую. Что за просылы? Первый вопрос вытекает из информации, которую я только что озвучил. Что нам все-таки делать с МВФ? Понятно, что сложно будет без транша, правда? Вот даже хотя бы внешний долг обслуживать. Но, чтобы получить, нужно выполнить условия МВФ, на которые политики наши не торопятся идти. В этом году нам светит хотя бы один транш. Давайте спочатку, напевно, визначим, в чом есть проблема. Проблема в том, что украинская экономика и государство потребуют внешнюю поддержку финансово, потому что створен насправді катастрофично важкий борг перед Украиной. И не мы его брали, но нам придется его отдавать. И отдавать, возможно, его из работы экономики. И я категорично против того, чтобы люди отработали что-то дополнительное для того, чтобы отдавать эти борги. На превеликий жаль, они были сформированы, но это уже факт. Я не хочу смотреть назад, в 10-летие назад, почему так произошло, а нужно смотреть в будущее, как его отдать. Это первая позиция. Наше главное завдание – восстановить и сделать экономическое взросление более быстрым. Экономика взросла, бюджет взросла, и с бюджета можно отдавать деньги между одним структурами, которым Украина виновна. И таким образом мы сможем избавить тиск на украинский бюджет с точки зрения борга. Уйдите, чтобы обслуживать этот борг, мы предпочили в бюджете 130 миллиардов гривен только на 2018 год. Это совершенно неподъемная цифра, но мы из всех сил пытаемся эту ситуацию держать под контролем. 130 миллиардов гривен. Армія, украинское войско, сьогодні мае бюджет 165 миллиардов. Зрівняйте, какая глобальная сумма, которую мы витрачаем только на обслуживание боргов, которые просто запозичивались и потом, извините, разтринкувались и никак не инвестировались в экономику. Поэтому у нас, по великому рахунку, немає там много выходов из этой ситуации. Конечно, нам нужна зоняющая поддержка. А теперь, что до умов. Умовы есть две важные. Первая, главная задача – это создание антикорупционного суду. И я полностью поддерживаю эту идею, потому что я считаю, что антикорупционный суд, он потребен не МВФ, он потребен в Украине, для того, чтобы, наконец-то, начать восстановить справедливость. Это то, что хочет чувствовать каждый гражданин Украины. Знаете, и с боргами мы впорываемся, если построим на самом деле государство, в которой есть справедливость. И это важно. Следующая позиция – это вопрос о повышении цен на газ до уровня европейского. Очень интересно. Люди ждут с волнением. Понимаете? Вот чего ждать в следующем отопительном сезоне? Вы знаете, не только люди ждут с хвилюванием. Я тоже хвилююсь за это вопрос, потому что я понимаю. Я не смотрю на механическую историю цены. Я смотрю на то, как это означается на рядовых украинских гражданах. И я пообещал в прошлом году, что в этом опаленном сезоне я все сделаю для того, чтобы ни на гривню не подвищать цену на газ. И я это слово стримал. Сейчас мы в диалоге с МВФ. И я ставлю тут два вопроса. Первое вопрос, понятно, формульные цены. А второе вопрос – социального защиту. И только тогда, когда эти два вопроса могут между собой быть сбалансированы, мы выйдем с общим решением. Ну и первое ощущение тогда по этому диалогу – МВФ может пойти на эту уступку? И чтобы цена не повышалась, и в следующий отопительный сезон люди не вошли в зону страшного количества? Я не хочу забегать вперед. Но я хочу сказать только одну вещь. Что я переживаю не меньше, чем каждый украинский граждан, который сплочит за газ. Я турбуюсь за каждого человека, который получает счет. И я думаю о том, каким образом создать компенсации, чтобы людям не было… Ну, давайте так. Чтобы для людей ничего не изменилось с точки зрения их оплаты. Вот тут важное вопрос. И мы сегодня в диалоге. Есть понимание, что это надзвичайно социально чувствительное вопрос. И как только будет решение, оно будет… А когда примерно его можно ожидать? Ну, приблизительно. Я не знаю. Я не могу вам сказать, что это может быть завтра или через три недели. Но когда будет решение, я выйду и про него скажу. Но хотел бы, чтобы все понимали, что я думаю не только о цене, я думаю в первую очередь про людей. Понятно. Не могу с вами не согласиться. Согласен полностью. Что без существенного роста нашей украинской экономики мы, конечно, никогда не прекратим думать о том, как угодить Всемирному банку, МВФ. Существенный рост экономики нам нужен. Но что нужно сейчас предпринимать? Какие радикальные шаги в развитии нашей экономики для того, чтобы выйти хотя бы на 5-7% экономического роста? Вы знаете, что это приоритетом от 5-5% экономического роста для нашего уряда. Хочу сказать, что мы действительно прошли очень тяжкие часы в 2014-2015 году. Тотального падения. Майже там 5-я часть экономики была просто повалена. Сегодня мы перейшли к процессу восстановления. Мы имеем прогноз на этот год, 2018, 3%. 3% это то, что дает растение производства внутреннего валового продукта. Это означает, что и работы будет больше, и зарплата будет больше конкурентная, и экономика будет больше стабильная. Но еще и не позволяет не оглядываться на МВФ и на страны. Безумовно. Вы правильно сказали. Мы не можем действовать как государство в угоду будь кому. Мы можем действовать в угоду интересов украинских граждан. Это наша государство. Мы можем так створить условия жизни, чтобы они были качественными. Что мы потеряли за 26 лет нашей независимости, 27 лет? Мы потеряли время. И это критично важно. Мы должны сегодня нас догонять время. Да, 21-е годы, а мы имеем страну 20-е годы. И это все является огромной проблемой. Вы делаете сюжеты про то, как живут люди, в каких тяжких условиях. Почему? Потому что не было створено нормальных условий для саморозвитки человека. И здесь проблемы и в области, и в охране здоровья, и в украинских дорогах, и в многих других проблемах. В том числе и с работой, и с заработной платой, и с пенсией. Только дефицит пенсионной системы 140 миллиардов. Не забегайте, мы обсудим это обязательно. Я просто называю проблематику, которая у нас есть. 130 миллиардов – это у нас борг, 140 миллиардов – это у нас дефицит пенсионной системы. Нам нужны инвестиции в страну. В стране должны быть правила. Справедливая судовая система, которая будет защищать интересы инвестиций. И фактически нам нужно довести инвестиции где-то 25% от ВВП, от суммы ВВП, которые будут инвестировать в национальную экономику. Новые предприятия, новые предприятия, новые сферы бизнеса и так далее. Мы занимаемся сейчас разведением национальной экономики. 3%, которые мы имеем уже сегодня, это не что, что впало из неба. Это, в принципе, результат нашей общей работы. И тут нужно просто реактивную скорость. Мы внесли 35 законов в парламент, которые будут впливать на рост инвестиций, как наследок увеличения экономики, роста экономики. И самое главное, чтобы это увеличение чувствовали люди. От 5% и выше – это то, что люди уже чувствуют больше стабильности и больше доходов. Ну, дай Бог, чтобы парламент в этом подставил вам плечо. Працюем, уже есть законы, которые принимаются. Это не только парламент. Нам нужно помягчивать позицию по кредитированию реального сектора. Но когда мы будем говорить про экономику, я расскажу и про те программы, которые мы делаем для того, чтобы развивать рабочие места в Украине и многое другое. Вросает сегодня экспорт украинской продукции. Мы выходим на новые рынки. Мы сейчас имеем уже зону свободной торговли с Канадой. Вот завершили буквально несколько недель назад зону свободной торговли с Израилем. Это украинская продукция, которую мы можем поставить на рынок Израилю. Импортует Израиль 7 миллиардов долларов сьогодней продукции. То есть мы можем брать участь повноценно, без любых ограничений. Буквально завтра возвращается делегация. Я отрадил начальность первым вецепремьер-министром. Мы хотим в этом году подписать угоду про зону свободной торговли с Туреччиной. Это все будет влиять абсолютно позитивно на экономику и на качество жизни украинских граждан. Спасибо пока, Владимир Борисович. Мы продолжим с вами совсем скоро. Вернемся к разговору с премьер-министром. Через несколько минут, а сейчас еще одна тема для обсуждения. Давление силовиков на бизнес. Это одна из главных причин, почему инвесторы, о которых мы только что говорили с премьер-министром, не спешат вкладывать деньги в Украину. Пришлось даже специальный закон принять. Маски шоу стоп, чтобы изменить эту ситуацию. Но и этого оказалось мало. Теперь депутаты предлагают еще и дополнительную ответственность вести для силовиков за несоблюдение этого закона, вплоть до уголовной. О самых скандальных столкновениях силовиков и бизнеса напомнит Инна Томина. Вооруженные силовики в бронежилетах и балаклавах. Заблокированные входы и выходы. И работники лицом в пол. А в конце визита изъятая техника. Это скандально известный реалий украинского бизнеса. Маски шоу. На днях сразу в три в Винницкой IT-компании нагрянули силовики. Заблокировали ее сотрудников, адвокатов не пустили. Изъяли документацию, жесткие диски и технику. Визит объяснили, но днем позже. Те компании, которые проводились в Виннице, обшуки, они никакого не имеют отношения к любых компаниям, которые назначены в ухвале суду. Это мы пытались объяснить в ходе проведения обшуки. Мы предложили, что давайте мы вам нададим на сей информацию. Давайте вы сдадите всю информацию туда. Дайте возможность нам злить информацию, чтобы мы не остановили работу, чтобы она могла продолжаться. Будь-якой реакции не следовало. Нет, мы забираем, а там дальше вы будете разбираться. Однозначно, это через разголос. Достаточно быстро было повернуто нам эту технику, но в любом случае вытраты были понесены. Для украинских айтишников такие гости не редкость. Компании пару лет назад были на грани бунта. Этот сектор силовики кошмарили чаще всего. Оно и понятно. Айди-индустрия в экспорте Украины занимает третье место. И потом это оборудование проверяют годами. Сами представители айти уверены. Силовики создали доходный бизнес, шантаж и рейдерские захваты. Уже несколько сотен таких обысков произошло за последние два года. Один из нашумевших скандалов разгорелся и вокруг столичной компании. Визит был красочным. Подъехали на автобусах, лезли через забор. На память остались видеоролики, прямые и косвенные убытки. Бизнесмен уверен, запретить выносить технику нужно на законодательном уровне. А за последствия после такого шмона должен кто-то отвечать. Где моя компенсация моральных убытков? Где моя компенсация того, что некоторые клиенты от меня пошли? Я это могу выраховывать. Этот клиент не работает. Это уже сбыточки. Я эти сбыточки могу выраховывать хотя бы на год. И хай та людина, которая направила, отвечает. Симметричный закон должен быть. Но в парламенте признаются, продавить ответственность для силовиков за необоснованный обыск задача пока не из легких. Но и это не прошло. Но и там есть нюансы. Суд принимает как доказательство только видеоконтролеров. Но мы же понимаем, что если та людина, которая сама порушает, то она может так снимать, чтобы это порушение не было выяснено. Поэтому, на мой взгляд, если бы государство хотела бы упорядкувать определенный процесс, то нужно было бы позволить всем сторонам проводить видеозъемку. И потом подавать это как доказательную базу, чтобы Субрис задал. Но, как правило, так далеко, то есть аж до суда дело не доходит. Но заниматься прекращением деятельности любого предприятия для того, чтобы снять из него хабар. Эксперты сходятся во мнении, если обыски не прекратятся, украинские компании будут вынуждены переносить бизнес в другие страны. Кроме того, финансовыми преступлениями должны заниматься не все силовые органы подряд, а один. Все надежды на создание финансовой полиции. Только переведение всех функций экономической злочины в единый орган, который у нас сейчас планируется, который будет иметь больше аналитическую функцию, а не правоохранную функцию. Это только даст возможность говорить, что так называемый закон маски, шоу, стоп, может спрацвовать. Но закон о службе финансовых расследований пока не прошел даже первое чтение. Хотя ее создание – одно из требований МВФ. Инна Томина, Богдан Савруцкий и Сергей Еременко. Подробности недели. Телеканал Интерн. Продолжаем разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Владимир Борисович, вы внимательно смотрели только что сюжет. Вот вы поддерживаете усиление ответственности силовиков? Я не просто это поддерживаю. Я был инициатором закону маски, шоу, стоп. Мы вместе с бизнесменами, бизнес асоциацией, профильными юристами, бизнесом, все объединялись. Мы этот закон очень быстро работали. И в принципе в парламенте он получил 312 голосов. Тобто конституционной большинства. Вы знаете, что этот закон поддерживал президент, ввел его в действие своим подписом. И таким образом начал действовать этот закон. Что это означает? Это означает, что требования для силовиков в обшивках, в отримании санкций на обшивках и так далее, и так далее, есть сейчас очень четкими и очень, я бы сказал, такими, ответственными для силовиков. То есть, если они будут повышать процедуру, все то, что они найдут в обшивках, воно не имеет никакой юридической силы. Но я хотел бы тут выяснить, что я на стороне бизнеса, который платит податки, который открытый. Есть много других сфер, где есть теньевые бизнесы, и с ними нужно бороться. Это первое, что касается этих кадров. Мне очень шкода, что на этих кадрах мы показываем не те, кто подписывает эти наказы, идти и проверять, и делать маски-шоу. А хлопцы, вот эти хлопцы из СБУ, я так говорю, это спецподраздел, эти хлопцы, это боевые хлопцы. Это хлопцы, которые воюют в АТО, которые защищают Украину. Но они же службовцы, им наказывают, они не знают, куда они идут. Им наказывают, вы должны прибыть, вот так это помещение, его взяти. Вот они заходят, это геройские ребята, они заходят, выполняют наказ. Они не знают, куда они идут, на какую фирму, чем она занимается. То есть они их фактически подставляют. Но у них есть те, кто не носит маски, а те, кто ими управляет, те, кто их направляет. И потом те, кто перетворяет бизнес на страждание для людей и хочет от них отримать неправомирную вигоду. Я против этого, я стою на стороне бизнеса и буду стоять. Буду защищать силовиков, которые борются с реальными вбивцами, с реальными террористами, с реальными злочинцами. Но буду против тех, кто пытается уничтожить национальную экономику. Мы с вами сегодня говорили про то, что у нас есть барги, что у нас есть проблемы. Но вместо того, чтобы бороться с контрабандой, вместо того, чтобы бороться с нелегальным гральным бизнесом в стране, вместо того, чтобы бороться с фальсификатом, они борются с фирмой канцелярских товаров, або с IT-компанями, которые сегодня в ВВП третье место занимают в Украине, это непрепустимо. Я считаю, что такая политика некоторых подразделений служб является диверсийной против национальной экономики, против государства. И это нужно остановить. Если это нужно сейчас подсилить, в том числе и ответственностью, значит, это будет сделано. Я понимаю, что то, что я сегодня говорю, многим в кабинетах некоторых не подобается силовых структур. Но меня это не интересует. Я про это говорил не один раз, и я буду стоять на этой позиции. Я неоднократно, кстати, тоже в эфирах прямых на Токшоу Чернозеркало говорил, что порядка в нашей стране не будет, тут я с вами согласен, пока не начнут сажать те, кто сидит в высоких кабинетах. Так что здесь я вас поддерживаю. Сажать нужно любых. Есть еще одна сфера, в которой точно нужно вмешательство правоохранителя, это злоупотребление при ремонтах дорог. Вы сегодня инспектировали трассу Киев-Одесса, но ее ремонтируют каждый год. Там проехать уже невозможно от этих ремонтных латок. Когда мы сможем заставить нечестных подрядчиков восстанавливать это все за свой счет? По-моему, без этого порядка не будет. Тут нужно разъяснить с точки зрения ремонта. Если мы войдем в проемковый ремонт, то действительно есть вот такие, вот у вас на кадрах показывают, когда в колюже кидают асфальт, это катастрофа взагалей. За это нужно давать по рукам и, в принципе, за такие работы никто никому не собирается платить гроши. Это просто не то, чтобы халтура, это просто провокация. Что касается капитального ремонта. Там, где делается капитальный ремонт и реконструкция, дороги стоят. Там, где делается ямковый ремонт, он делается на очень короткий промежок времени. Это, в принципе, противоаварийный ремонт, который может дать 3-6 месяцев. Або он может не перейти уже сезон, потому что северная дорога пошкодена. Поэтому нужно это разъяснить. Николи не будет такого качественного ямочного ремонта, потому что он постоянно будет взявляться новой ями. Треба делать капитальный ремонт. И поэтому, вы знаете, в 2016 году я сказал про то, что для нас, для нашего уряда, приоритетом есть восстановление украинских дорог. Ну, погодьте, что тяжело восстановить то, что руйнувалось десятилетиями, восстановить за р год, за два. Мы сделали программу 18-22. За пять лет мы объединяем все областные центры Украины дорогами достаточно серьезной и хорошей качественной. Кроме того, в этом году впервые работал Дорожний фонд. И мы передаем 11 миллиардов гривен на местах. Это беспрецедентный крок, когда на местах уже будут делать не только центральные дороги, а и местные дороги. Мы передали сотни миллиардов на местах в местные бюджеты. И там же есть приоритет делать в местах дороги и так далее. Вот вы видите, дороги в местах ремонтуют. Это означает, что это эффект децентрализации, который мы сделали за четыре года в государстве. Какие большие проекты мы будем делать в этом году? Мы будем строить дорогу Львов, Тернополь, Хмельницкий, Вінниця, Умань, Одесса, Миколаев, Херсон. И на эту дорогу сегодня четыре миллиарда уже закладывали. В прошлом году мы витратили 800 миллионов. Вот вы уже видели, напевно, и в Львовске, и в Тернопольской области, кто ездит. Это результат нашей работы. В этом году дороги станет больше. Мы выделяем 47 миллиардов. Безпрецедентная цифра. Но что важно на этот год? Что важно? Важно, чтобы действительно сделали качественно. И сделали качественно капитальный ремонт. То есть нам нужно просто поддерживать как пломбирование, но увеличивать обсяги капитального ремонта и реконструкции. И, наконец-то, мы должны обойти динамику, уменьшить количество ремонтов, уменьшить... Хорошо, сколько вообще денег? Вот вы говорите, в 22-м, да, у нас дороги будут в европейском уровне. 300 миллиардов. Сколько денег? 300 миллиардов. Мы визначили... Это посильно нам поднять? Это за 5 лет. В 27-м году уже выделяем 47 миллиардов. Это тяжело. Это сложно. Но мы нашли эти деньги. Я вообще, честно могу сказать, я не понимаю. В войне не было. Экономика была совсем другая. И не было этих денег. Я не знаю. Когда мы на борг 130 миллиардов аккумулюем, когда мы войско финансуем, мы вимушены финансировать, потому что на нас напав враг. И мы находим деньги на то, чтобы дать на места, на местя, деньги по децентрализации, еще и на дороге находим. При том, что мы хотим, чтобы экономика взросла больше. Это просто... Я считаю, что банально просто их разкрадали. Их реально разкрадали. Я не знаю, куда девались деньги государственного бюджета. Но очевидно, что их, напевно, вывозили вантаживками десь в другие страны. Это просто катастрофа. Поэтому программа предназначена. 300 миллиардов. Я думаю, что это абсолютно не посильно. Это минимум 300 миллиардов. И в этом году мы увидим, что дорог будет больше. Фактически по всей стране. В каждой области будут вестись работа. Сейчас я поставил завдание, чтобы максимально быстро убрали ямковость. Сделали пламбование этих ям, которые сегодня еще есть. Но я оголошу на том, что я и требую ответственности на местах. Потому что когда он берет этот асфальт, который свежевиробленный, берет лопату и кидает в лужу с водой, я не могу стать рядом с каждым работником в каждом селе, районе и так далее, чтобы его проконтролировать. Это должна делать и местная влада, ну и я думаю, что и граждане. Потому что все зацикавлены в том, чтобы ездить по нормальным дорогам. Мы встанно это сделать, но нужно беречь то, что есть. Контролировать качество. В середине травня будет звезд Украфтадор по диагностике дороги минулого года. Я имею в виду капитальный ремонт и реконструкция. Будет публичный звезд. Мы залучили сюда грамотность. И я всем, кто схалтурил на капитальном ремонте, дину это все на голову. Они будут это ремонтировать за свой властный рахунок. И никуда они не динутся. Хорошо. Владимир Борисович, еще один блок вопросов, которые с вами будем обсуждать, это социальные вопросы. В этом месяце с прибавкой к пенсии уже больше 300 тысяч военных пенсионеров. Всего более полумиллиона украинцев должны получить этой весной повышенные военные пенсии. Этот перерасчет завершает повышение выплат для украинских пенсионеров, которое началось еще осенью, после того, как Верховная Рада утвердила пенсионную реформу. Как менялись социальные выплаты в Украине и чего ждать дальше, напомнит наша справка. Повышение минималки и пенсии – это то, что украинское правительство записывает себе в безусловный плюс. В цифрах социальные показатели выглядят так. Минимальная зарплата за два года повышалась трижды. Сперва незначительно, а в 2017-м в два раза – до 3200. Но обещают больше – 4100, если экономический рост позволит. А в следующем году уже – 4600 гривен. Отдельно повышали зарплаты учителям. Выплаты пересчитывали индивидуально в зависимости от стажа и квалификации. Минимальное повышение закрепили на уровне 5%, а максимальное – 30%. Сейчас средняя зарплата педагогов – 7600 гривен. С осени с принятием реформы подняли и пенсии, тем самым убрав социальную несправедливость. Минимальную пенсию закрепили на уровне 1452 гривни. Кроме того, всем пенсионерам выплаты пересчитали по новой формуле. Большинство получили доплаты. Правда, с разными суммами. Кому-то добавили и по 10 гривен, а кому-то и по несколько тысяч. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продолжает отвечать на мои вопросы. Владимир Борисович, смотрите, вот ваше решение поднять минимальную зарплату до 3200, можно назвать самым запомнившимся и одним из самых результативных таких, да? За эти два года. Но вопрос, чего ждать дальше? На какой уровень реально выйти уже к концу этого года, например? Что касается зарплатных плат, мы сейчас все имеем огромную проблему. Это проблема трудовой эмиграции. И давайте задамо себе вопрос, почему. Я дам ответ, потому что годами, я не беру 2014-2015 год, я думаю, что на долю уряда Яценюка выпали такие пробования, что ни в кого их не было никогда. И то, что впорались и утримали ситуацию, и вышли в стабилизацию, это величезно, я считаю, что это величезные кроки, державные. А вот что касается ранее, то, можно сказать, не можно было людей тримать на минимальных зарплатах столько лет, сколько их тримали. И поэтому наш первый крок был связан только с едиными. Мы начали процесс восстановления справедливости. Украинцам нужно платить больше. Вот я смотрелся, попереду был сюжет про цены, когда гражданка Литвы сказала, что у них 400 евро заработная плата, это, ну, средняя заработная плата, это приблизительно 13 тысяч гривен. Но при том, она сказала, что цены у них набагато выше, чем в Украине сегодня. Мы бы давно иметь не только такие зарплаты, как 400 евро, а и больше. Поэтому 3,200 – это было с 1 сечня 2017 года. С 1 сечня 2018 года мы получили 3,723 минимальную заработную плату. Я считаю, что средняя заработная плата в стране уже будет дорівнювать в этом году 10 тысяч гривен. То есть, наше завдание, чтобы в Украине была средняя заработная плата, споставная с северо-европейскими странами, которые имеют похожую экономическую динамику. И тогда мы будем выигрывать конкуренцию за получение. Я бы хотел, чтобы украинцы вернулись в Украину. Я просто, я мрюю про это, чтобы люди повернулись. Но они вернутся домой всегда. Но им нужно так найти работу, так заработать деньги, чтобы они могли поддерживать свою родину. Вот это главная вопрос. А почему мова идет о родину? Это фундаментальная ценность, в целом, государства. Да, это родина. Я был на Тернопольщине, по-моему, в прошлом году, на одном агропромисловом предприятии. И руководитель мне говорит о том, что, вот видите, эта родина, значит, батько где-то там працювало по-закордонам, мать тоже очень тяжело працювала, детка была недоглянута и так далее. Кажет, повернулись они, стали жить. Видите, он дав работу в этом агропромисловом предприятии. Нормальная зарплата, родина поряд, вместе с детьми счастливыми, от того, что родители поряд, вот до чего нужно прагнуть. И я считаю, что минимальная заработная плата, точнее, наш такий кардинальный крок, он открыл возможности до подальшего подвищения минимальных заработных плат и средних заработных плат в стране. И правильно было сказано, мы точково начали подвищевать заработные платы в разных сферах. Вчитель украинский, мы подняли заработную плату за этих, я бы, півтора года на 75%. Тобто, надо повернувать доверию, до профессии вчителя и повагу до профессии вчителя, в том числе и заработную плату. Мы подняли заработную плату державной службе на обычных ситуациях, нашим рятовникам-вагнеборцам. Они получили 3 тысячи гривен. Сегодня меньше 7, никто не получил в службе. Мы начали, до речи, поддерживать карный розшук. Карный розшук. Не тех, кто паразитует на бизнесе, а карных, кто ловит злочинцев, вбивц, гвалтівников, наркотерковцев и так далее. У них уже заработа больше 10 тысяч гривен. Вот сегодня я провел на раду, только вернулся из Умена, у Водряджения был. Провел на раду с представителями медической сферы, экстренной медицины. Я думаю, что на старом... Зарплаты скорой помощи. Вы обещали, по-моему, эту встречу на прошлой... Правильно. Я пообещав народному депутату Сосоенко, что проведемо. Сегодня провели. Я попрацювала там, приблизно, около часа. Сейчас мы сформуем программу поддержки экстренной медицины и ее развития. Вот мы сейчас будем изменять систему первой ланки медицины. Потом лекарей. Потом областных лекарей. Будем наводить там лад. Но экстренная медицина, швидка допомога, это мае быть такой надважливый приоритет. И независимо от того, какой уровень мы модернизуем, экстренная медицина мае быть, действительно, нужно получать больше внимания. И тут, я считаю, и самое критично скажу, наше недопрацювание. Вы исправляете ошибку. Я вам хочу сказать, что это сейчас будет на порядке денном у меня. Наряду с тем, что мы начали, добудовали Ахмадид, это можно записать нам сегодня уже в актив. Добудовали паренетальный комплекс в Львове. Паренетальный комплекс допомогли будувати на Волинье. И так далее. Тобто, мы инфраструктуру добудовываем. Мы створим в этом году, 13 закупили в минулому году ангиографии, в этом году будет 13, возможно, 15. 26 в Украине дополнительных центров кардиосудинной хирургии. Что это даст возможность рятовать украинцам жизни, которые просто помирали от того, что нет такого обладания. Теперь такое обладание будет по всей Украине. И это будет надзвучайно позитивно. И плюс, все же таки, программа «Доступные леки», которую мы запустили, вона уже реально начала качественно працювать. И около 8 миллионов украинцев каждый месяц отримают свои леки безкоштовно. А что касается экстренной медицины, то завданий есть несколько. Первое, это квалификация людей. Другое, это их подвищение заработной платы, объективно. И третья позиция, это материальная, техническая модернизация. Новые швидки, новое комплектование, чтобы они смогли рятовать людям жизнь. Очень хорошо, что дошли руки наконец-то до этого вопроса, но будем надеяться, расскажем, если что-то изменится. Владимир Борисович, спасибо вам за эти ответы, спасибо, что нашли время. Премьер-министр Раины Владимир Гройсман был нашим гостем. Всего доброго. Вы смотрите подробности недели и вот о каких темах поговорим далее с вами. А если завтра война? Не доиграются ли США и Россия до Третьей мировой? Паралич правоохранителей и перегруженные суды. Какие плоды принесли скандальные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс? Подумать только, прошло уже 4 года с начала антитеррористической операции на востоке Украины. 13 апреля 2014 было принято решение о старте АТО. Теперь формат оборонительной операции на Донбассе меняется, но суть ее остается прежней. Это почти каждодневные обстрелы, жертвы и попытки найти формулу окончания войны. Наш военный корреспондент Игорь Левенок побывал в Зайцеве на передовой. И там он познакомился с человеком, который воюет на Донбассе с самого начала боевых действий, с 2014 года. Но самое интересное, что боец вооруженных сил Украины итальянец. Поселок Зайцево. В мирное время это был пригород Горловки. Здесь селились люди подальше от городской суеты. Сейчас их разделила война. Линия фронта проходит по улицам. Северную часть контролируют украинские военные, южная под оккупантами. И почти 4 года здесь идут бои. Стреляли бы такие, что были, не дай бог. Вечером хорошо стреляли. Вражеские снаряды не щадят никого и ничего. Из-за снайперов невозможно доставить продукты. Ездить сюда решаются волонтеры и Красный Крест. Везут еду, средства гигиены и топлива. Местные жители их ждут, как манну небесную. Конфеты, сладости, они всегда просят что-то такое сладенькое. Здесь же магазинам нет, ничего нет. Ради безопасности гражданских наши армейцы через АБСЕ запросили режим тишины на несколько часов. Но боевики просьбу проигнорировали. Стрельба не прекращается. Мирных жителей живым щитом прикрывают солдаты. Говорят, накануне врага произошла ротация, поэтому новички пристреливаются. Постойно мы под обстрелом в незалежности. Незалежность есть яскравый приклад. Сейчас вы слышите выбухи. В промежутках между стрельбой в суматохе среди военных вдруг слышим итальянскую речь. В боевой амуниции с автоматом Калашникова и с широкой сицилийской улыбкой солдат представляется. Джузеппе Данини рядовой вооруженных сил Украины. Четыре года назад он покинул старушку Европу и поехал нашу страну защищать. Европа умирает. Она уже изжила себя, а вот за Украиной большое будущее. И восхищаюсь борьбой вашего народа против агрессора. Наши бойцы говорят Джузеппе отличный воин. Проблем в общении с ним нет. Когда есть желание, то всегда человек понимает человека. 18 лет Джузеппе служил сержантом в итальянской армии. Как боец частных военных компаний, участвовал во многих конфликтах. Его послужной список говорит сам за себя. Ангола, Судан, я был в Ираке, в Курдистане. В 14-м году Джузеппе записался добровольцем. Служил в Азове, потом в правом секторе. Теперь закон позволяет ему быть военнослужащим украинской армии. Итальянец уверяет, на такой войне он впервые. Она отличается от всех предыдущих. Ангола, Судан, Ирак, Курдистан. Там я воевал с группами людей, которых поддерживали те или иные политики. Здесь полномасштабная война с агрессором, с окопами, танками и артиллерией. Джузеппе признается, там он был наемником. В месяц получал от 3 до 5 тысяч долларов. Здесь, услышав о деньгах, просто смеется. Первая моя зарплата была 800 гривен на карточку. Недавно итальянец узнал, у боевиков служит его бывший сослуживец и теперь уже бывший друг. Говорит, российская пропаганда затуманила его разум и, возможно, сейчас он стреляет по нему с той стороны. Сейчас я с ним не разговариваю. Если мы встретимся здесь, я буду делать то же, что и он, идти до конца. А если увидимся где-нибудь во Франции, возможно, выпьем чашечку кофе. Сейчас Джузеппе мечтает получить наше гражданство и переехать с семьей в Украину, но с документами пока сложно. Я хотел бы жить в Тернополе или Ивано-Франковске, но уже полтора года я бегаю по кабинетам украинских чиновников, а они делают вид, что меня не замечают. Как бы там ни было, а возвращаться в Италию Джузеппе не хочет. За присягу на верность Украине там ему светит тюрьма. Говорит, теперь его дом здесь. Из Донецкой области Игорь Ревенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности недели телеканал Интер. Уже больше 40 государств согласились участвовать в миротворческой миссии на Донбассе. Причем там могут появиться голубые каски не только из стран Большой Семерки и НАТО, но и из таких нейтральных государств, как Швеция и Австрия. Об этом заявил сегодня президент Украины Петр Порошенко в интервью тележурналистам. Полная версия разговора чуть позже в нашей программе. Для нас питание надзвичайно важливое питание миротворцев. И если даже полтора года назад, два года назад свет слушать не хотел про миротворцев, по-перше, они сказали, что это очень дорого, это несколько миллиардов долларов, вся миссия. По-друге, никто не поедет в Украину для того, чтобы допомогти Украине встановить мир как ключевый элемент минских домовленностей и повернуть захопление россиянами земля под украинский суверенитет. И это не только события последнего недели. У нас на сегодняшний день более четыре десятки страны погодились ввести участие в составе миротворческой операции. Начиная от Канады, моих переговоров с Жустином Трудов, начиная от представителей страны Великой Симки и завершивая например краинами Европейского Союза, которые не есть членами НАТО. Почему Дональд Трамп медлит? Химическая атака в сирийском городе Дума произошла еще в субботу, а в понедельник Трамп пообещал военный ответ Башару Асаду, но уже в среду дал понять, что быстрой реакции ждать не стоит. Почему и не закончится ли все это большим столкновением США и России обсудим во второй части нашей программы. А если завтра война? Не доиграются ли США и Россия до Третьей мировой? Паралич правоохранителей и перегруженные суды. Какие плоды принесли скандальные изменения в уголовно-процессуальный кодекс? Продолжаем подробности недели. Спасибо, что дождались. Очередная вылазка с гранатометом в самом центре столицы. Сегодня ночью обстреляли офисное здание. Оружие на этот раз ручной противотанковый гранатомет. Тубус от него полицейские нашли на противоположной стороне улицы. Преступнику удалось скрыться. При этом район этот один из самых престижных в столице. На расстоянии нескольких кварталов Киево-Печерская Лавра. Относительно недалеко Верховная Рада и Кабинет Министров. Полицейским удалось изъять запись видеорегистратора, где зафиксирован момент выстрела. Но на след преступников правоохранители пока не вышли. Мягко говоря, не лучшим образом сработали полицейские сегодня и в правительственном квартале возле памятника генералу Николаю Ватутину. Несколько десятков человек хотели почтить память военачальника, освобождавшего Киев от гитлеровцев, но им помешали националисты. Памятник облили краской, людей отталкивали. Когда их попытался провести к памятнику лидера оппозиционного блока Юрий Бойко началась потасовка. В ход пошли даже газовые баллончики. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот как сам Юрий Бойко прокомментировал случившееся. Субтитры создавал DimaTorzok Это попытка переписать историю. Попытка сделать провокацию. Это не пройдет. Это негодяи, которые пытаются обидеть старшее поколение, которое их воспитало. Это все следствие политики сегодняшней власти. Что ж, похоже, 9 мая начинается досрочно. И весь месяц до этой даты может пройти на фоне вот таких вот столкновений. Рабочих дней у парламента на текущей сессии остается все меньше, а нерешенных проблем все больше. Вот следующая неделя пленарная. Фактически экватор сессии. Уже анонсировали обсуждение десятков вопросов. От нового закона о нацбезопасности до антикоррупционного суда. А еще нужно утвердить новый состав Центра Сбиркома и целый ряд экономических законопроектов. Главное же спасти судебную систему от паралича. Первый шаг политики уже сделали. Отменили одну поправку и разрешили подавать ходатайство не только в областные суды, но и в районные. Теперь осталось предотвратить еще и катастрофу с экспертизами. Евгения Коваленко продолжит тему. Парализованная работа правоохранителей, перегруженные суды, которые и так завалены делами. Скандальные изменения в уголовно-процессуальный кодекс, вступившие в силу в середине марта, уже дают свои плоды. Такой документ опубликовал в соцсети генпрокурор Юрий Луценко. Это живая очередь на подачу ходатайств в один из киевских судов. Экспертизы по делам о безнасилованиях, обыски по делам об убийствах и аресты имущества по делам о хищении. Все в трехмесячной очереди. Все потому, что следователи с ходатайствами должны были обращаться только в суды областных центров. А таких в Украине всего 25. Раньше было расширено и распоряжено, фактически, рассмотрение этих колпотаний на 500 судов. Сейчас все это на 25 судах. Правда, такой судебный завал был недолго. Со вчерашнего дня эту поправку отменили. В конце марта парламент опять внес поправку на поправку и вернул все как было. Но это пока не очень повлияло на загруженность судов. Ведь остальные изменения в силе. Теперь следователи не могут самостоятельно назначать экспертизы. Даже для снятия отпечатков пальцев нужно разрешение суда. Из-за этого количество ходатайств увеличилось почти в два раза. И судьи вынуждены работать сверхурочно. Иногда задерживаются до поздней ночи, иногда трудятся на выходных. Рассказывает спикер Шевченковского райсуда Киева. Хотя этот ажиотаж не видим. В коридорах живых очередей нет. Все записи в компьютере. Каждый приходит в назначенное время. Здесь уверяют, никаких очередей на месяцы вперед у них нет. Но все же работы значительно прибавилось. И это при катастрофической нехватке кадров. В прошлом году за неделю до нас подошло 460 колпотов. В 2018 году за такой же период подошло уже 710 колпотов. За штатным расписом в Шевченковском районном суде города Киева предназначено 42 посадки судов. На данный час фактически действуют повноважение лишь 26. И такой дефицит уже несколько лет. В суде признаются, работать было непросто и до изменений в УПК. К примеру, в прошлом году на каждого следственного судью приходилось по полторы тысячи ходатайств за год. Но теперь и это не предел. Вот Галицкий райсуд Львова. Один из самых загруженных в области. Один судья здесь рассматривает около 120 дел в месяц. Это вдвое больше, чем в остальных местных судах. Я бы хотел, чтобы у меня было достаточно времени для того, чтобы рассматривать справа. Навантажение вплывает на качество судовых решений, на швидкость рассматривания справ. Мало того, что судей мало, так еще и в последнее время количество дел значительно увеличилось. Бывает, что нужно затриматься для того, чтобы выполнять эту или иную работу. Довольно часто. В каждом выходном у нас есть выяснены следственные судья, которые чергуют. Они могут рассматривать справа, которые непланово поступают. Говорят, иногда дела действительно затягиваются, но ненадолго. И бывает это крайне редко. С работой справляются. Очередей здесь почти никогда не бывает. Пытания мы стали регистрировать в два раза больше, а то иногда в три раза больше. У нас есть лимитованный час с раннего до четвертого часа. Деякие следы не достигают в тот час, потому что их есть очень много. Это все вопросы о обороне запобежного захода, о экспертизе. Назначение экспертиз по делам, связанным с насилием, только через суд. Это то, что больше всего возмутило украинцев. Раньше их мог назначать следователь. Теперь же пострадавшие вынуждены ждать. То, что требует неотложных действий, все-таки могут рассмотреть в первую очередь. Но это скорее исключение. Но общественный резонанс не всегда способствует оперативности. Следователь департамента спецрасследований ГПУ Виталий Чернов уже более двух лет занимается делами Майдана. Сейчас ему нужно подать 20 ходатайств. В том числе об обыске и временном доступе к вещам и документам. Хочу продемонстрировать фотокопию журналу «Принимание клопотаний». Я могу подать свои клопотания. Я остальной в черзе на данной фотокопии журналу 06-07-2018 года. Более того, суды в последнее время начали принимать ограниченное количество ходатайств. Опять же, из-за нехватки следственных судей. Поэтому и тормозятся расследования. Но это только начало. Главные трудности впереди считают в департаменте спецрасследований. И это все не спрощается, а все это еще накопичивается, как снежный ком, который может накрыть эту правоохоронную систему. Потому что через месяц начнут в всех криминальных проведениях вертаться к суду с продолжением сроков досудового расследования. И тогда вполне возможно депутатам снова придется поправлять поправки. Ведь прецедент уже есть. Евгения Коваленко, Галина Якушко, Геннадий Аникенко и Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал Интер. Один из самых кровавых конфликтов последнего времени. Война в Сирии длится уже больше семи лет. За это время почти полмиллиона сирийцев погибли. Свыше 12 миллионов. Это больше половины жителей страны покинули свои дома. 5 миллионов человек выехали в другие страны. Все это звучит дико. Но вот при этом конца войны до сих пор не видно. Еще из десяток других стран вмешались в конфликт. Кто сейчас воюет в Сирии и какие цели у сторон, расскажет Сергей Ауслендер. На восьмом году войны в Сирии вряд ли кто-то уже помнит, как она началась. Столкновение с демонстрантами в 2011-м. Давно забытый, на территории страны идет полномасштабный военный конфликт со множеством участников. Даже опытные эксперты не сразу смогут перечислить их всех. На карте видно, в какое лоскутное одеяло превратилась страна. На севере курды, в районе города Африн, сражаются с турецкой армией. Синие стрелки – наступление турецких войск. Желтым цветом закрашены районы на северо-востоке, которые курды обороняют совместно с американцами. Территорию, обозначенную розовым, контролирует Башар Асад при поддержке российских войск. Серое пятно возле Абу-Кемаля – земля халифата, где еще сопротивляются разгромленные отряды ИГИЛ. Зеленые участки – это территории под управлением оппозиции. Впрочем, оппозиция – это лишь слово для удобства. Около 20 группировок с разной идеологией сражаются с правительственной армией. При этом успевают воевать друг с другом. Наиболее тяжелая обстановка в провинции Идлиб и в районе Восточной Гуты. Там войска Асада при поддержке российской авиации штурмуют анклавы повстанцев. Гуманитарная катастрофа в Сирии когда-нибудь войдет в учебники, как пример геноцида. Убитых уже около 500 тысяч – это по самым скромным подсчетам. Беженцев – миллионы. Есть огромное количество гражданского населения, которое пытается не только убить, но и зачистить. То есть происходит этническая чистка. Вот это один из результатов этой войны. Огромное перемещение мусульман, суннитов, сирийцев. Их пытаются желательно вообще вытолкнуть из их страны. Но если нельзя вытолкнуть из страны, то по крайней мере вытолкнуть их из тех территорий, где уже доминируют Башарасат и его союзники. Называть войну в Сирии гражданской нельзя. Столько в ней теперь иностранных участников. США, Турция, Россия, Франция, Британия, Иран, Ливан. Образовались две своеобразные коалиции. США и их союзники поддерживают повстанцев и курдов. Иран и Россия – режим Асада. Дошло уже и до прямого столкновения. Под Дейр-Эззором американцы без потерь за считанные часы уничтожили батальонно-тактическую группу российских наемников. И совсем отдельную роль в этом конфликте играет Израиль. Израиль периодически атакует то ли это колонны с оружием, которые идут из Сирии в Ливан для Хизбаллы, или же из Ирана в Сирию для шиитских милиций. И другие цели – это базы Ирана, особенно военно-воздушные базы, из которых происходит, я бы сказал, опасность для Израиля. Одна из таких атак едва не вылилась в полномасштабный конфликт. Израильский самолет был сбит сирийской ракетой. Через час после этого израильские ВВС уничтожили почти половину сирийской ПВО. Иерусалим неоднократно подчеркивал, что не даст превратить Сирию в иранскую военную базу. Я еще раз покажу эту карту. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, нет ни малейшего шанса, что война в Сирии закончится хотя бы в ближайший год. И нет никакого шанса, что Сирия когда-нибудь возродится, как полноценное государство в своих прежних границах. Слишком много жертв, очень много участников и слишком много интересов. Вопрос сейчас не в том, когда закончится сирийская война, а в том, чем она закончится. И ответа на этот вопрос, чем закончится война в Сирии, нет ни у кого. Собственно, эта неопределенность и постоянные провалы мирных инициатив приводят к тому, что о Сирии многие уже просто устали говорить. К сожалению, война в этой стране превратилась в своеобразное нормальное состояние для нее. И заметьте, к сирийской теме в мировых СМИ обращаются в основном тогда, когда боевые действия становятся особенно жестокими. Химические атаки – один из примеров такой жестокости. За семь лет войны химическое оружие применялось неоднократно. Еще при Обаме американский флот выдвигался к побережью Сирии, чтобы нанести удар в ответ на одну из таких атак. Тогда, чтобы предотвратить удар США при посредничестве России, западные страны и правительство Асада вышли на соглашение о ликвидации запасов химического оружия. Эту договоренность отметил даже Нобелевский комитет. В 2013 году Нобелевская премия мира досталась международной организации по запрещению химического оружия, как раз за участие в сирийской химической сделке. Впрочем, уже через несколько лет выяснилось, что выполнять договоренность полностью сирийцы не собираются. И ровно год назад, в апреле 2017, американцам уже пришлось наносить удар по силам Асада в ответ на одну из крупнейших за все время войны химических атак, в результате которой более сотни человек погибли, полтысячи были ранены. По приказу сирийского диктатора Башара Асада было осуществлено ужасное нападение на невинных гражданских лиц с применением химического оружия, Используя смертоносное отравляющее вещество нервно-паралитического действия, Асад лишил жизни беззащитных мужчин, женщин и детей. Для многих это была медленная и мучительная смерть. Даже прекрасные младенцы были жестоко убиты в ходе этого чрезвычайно варварского нападения. Ни одно дитя Божье никогда не должно подвергаться таким ужасным страданиям. Сегодня я приказал нанести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, с которого была осуществлена химическая атака. И вот теперь очередное применение химического оружия в сирийском городе Дума. Правозащитники говорят, только погибших не менее 70 человек. По данным западных правительств, территория была полностью блокирована войсками Асада, так что никто другой совершить эту атаку просто не мог. Дональд Трамп сразу отреагировал очень воинственно. Назвал Асада животным и пообещал, что за это ему придется заплатить высокую цену. Затем, когда в Москве пообещали защиту Асаду от возможного американского удара, дал понять, что не боится столкновения. И даже проанонсировал удар новыми и умными ракетами. Ну а потом начались странности. Когда весь мир замер в ожидании удара, с минуты на минуту, Трамп заговорил о том, что противостояние с Россией и вовсе можно завершить. В любом случае, ракеты у США на готове. Вот как минимум, точно такие же томогавки, которыми Трамп ударил по Асаду в прошлом году. Американские эсминцы, вооруженные этими ракетами, уже находятся у берегов Сирии. Но если Трампу решительности не занимать, особенно в твиттер дипломатии, то как же простые американцы отреагируют на усиление вмешательства Вашингтона в сирийскую войну? Но, напомню, Обама не решился на удар по силам Асада во многом потому, что опросы показывали полное неприятие американцами участия в боевых действиях. А что сейчас показывают данные социологов, знает Дмитрий Анопченко. Цифры – упрямая вещь. Как бы ни ругал Дональд Трамп социологов, сколько бы ни называл их выводы фейковыми, но сейчас, в разгар сирийского кризиса, данные опросов Белый дом запрашивает ежедневно. Вопроса у них, собственно, два. Что американцы думают о новой военной кампании и как это на личном рейтинге президента скажется? Результаты, которые по утрам докладывают главе государства, и которые мы тоже получили в свое распоряжение, по сути, дают команде Трампа карт-бланш. Эти четыре показателя для президентской команды жизненно важны. За ними следят, словно за кардиограммой, процент американцев, которые деятельность Трампа полностью одобряют, целиком не одобряют, в целом одобряют и в принципе не одобряют. Прошлую неделю президент завершил с довольно низкими цифрами. 30 против 42. Лишь треть населения готова его полностью поддержать. 42% столь же категорично не приемлет то, что он делает. Но стоило в понедельник объявить, мол, вот-вот приму решение о военной кампании. Как рейтинг одобрения? Посмотрите, медленно, но верно пополз вверх. По сути, социологи подтвердили, демонстрация силы нравится тем, кто голосовал за Трампа. И пусть он тянет с решением, но воинственная риторика делает свое дело. Рейтинг растет. Еще один опрос, и его в администрации восприняли очень серьезно, свидетельствует, что в обществе все меньше тех, кто хочет, чтобы Америка ввязывалась в новые войны. По данным агентства Гэллопа, в октябре 2001-го абсолютный рекорд для страны. 90% американцев были за вторжение в Афганистан. Против только 5. Когда в 2003-м граждан страны спросили, поддерживают ли они иракскую кампанию, 76% сказали да. Но число недовольных резко возросло. Против был каждый пятый. 2011-й. В Ливии свергают Каддафи. Обама потом скажет, что неготовность к событиям, которые последовали за этим, стала самой большой ошибкой в его карьере. Страна тогда почти пополам разделилась. И вот сейчас ситуация повторяется почти зеркально. Половина американцев за военную кампанию, половина против. Получив эти данные, в Белом доме сделали очевидный вывод. Если Трамп сейчас даст команду атаковать Сирию, против силового сценария будут те, кто и так против президента. А сторонникам, наоборот, он не даст разочароваться в выборе. Вот почему воинственную риторику не скрывают ни будущий госсекретарь Майк Помпео, который накануне как раз выстоял многочасовые сенатские слушания, где его кандидатуру должны были согласовать. Думаю, у президента достаточно власти, которая ему необходима, чтобы хоть сегодня Сирию атаковать. Ни министр барона Джеймс Мэттис. Есть вещи, которые просто невозможно простить. Это за пределами добра и зла. Это поступки против всей цивилизации в целом. Ни новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и остальные члены команды. Ведь как бы искренне они ни были в своих убеждениях, все равно не могут забыть о том, что уже осенью промежуточные выборы в Конгресс. И социологические кривые с каждым днем будут все больше влиять на любые решения, которые принимают в Вашингтоне. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. По-другому на ситуацию смотрят в континентальной Европе. Если Париж в основном на стороне Вашингтона, то вот Берлин уже отказался участвовать в каких-либо ударах по сирийской территории. Как может такая позиция Ангела Меркель повлиять на развитие событий, узнаем у нашего корреспондента в Германии Татьяны Лагуновой. Татьяна, приветствую. Так что будет делать Меркель? Ну, не может же Германия оставить без ответа эту химическую атаку в Сирии? Алексей, позицию Германии Ангела Меркель озвучила еще вчера и не в социальных сетях. У канцлера тоже есть твиттер и страница в фейсбуке, но она не сторонница виртуальной дипломатии. Работает Меркель по старинке, делает заявления для журналистов перед камерами в официальной обстановке. Это по форме. Что касается сути, то здесь тоже все предельно ясно. Германия резко осуждает предполагаемую химическую атаку, но в военной операции в Сирии принимать участие не будет. Вот что сказала Ангела Меркель. Германия не будет принимать участие в возможной, а я подчеркну, что решение пока не принято, военной операции в Сирии. Но мы поддержим все действия, которые дадут сигнал о неприемлемости применения химического оружия. Что это за действия? Меркель тоже озвучила. Переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Для Германии это означает, что она будет поддерживать все действия Совбеза ООН, все экстренные заседания, а также работу организации по запрещению химического оружия. Мы сожалеем, что Совбез не поддержал предложение США активировать механизм, который позволил бы совместно расследовать происхождение этих химических веществ. Таким поведением Россия выставляет себя не в лучшем свете. Отказ Германии участвовать в возможной сирийской кампании предсказуем. В своей современной истории страна вообще старается дистанцироваться от милитаризма и неохотно принимает участие в каких-либо военных кампаниях. Немцы делают ставку на политические и экономические удары, а они иногда бывают куда мощнее ракетных. Алексей? Что ж ясно, спасибо. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, продолжает наблюдать за развитием событий из Берлина. Вот еще один вопрос. Как очередное обострение в Сирии отразится на ситуации вокруг Украины? Наверняка вы сами видели в телеэфире уже спекулируют. Усиление конфронтации Запада с Россией может отодвинуть украинскую тему на второй план. Эти заявления мы попросили прокомментировать Валентина Наливайченко, человека, который хорошо понимает мотивы и возможности западных политиков. Вот что он нам сказал. Вы знаете, я уверен, что на самом деле международный тиск против действий российской агрессии поселится. И я, как никто, знаю, над чем керуются наши международные партнеры. Первое – это категоричное несприйняте, нарешті для нас, до речи, для наших граждан, категоричное несприйняте агрессивной войны, агрессивной политики и, взагалі, знаете, методов агрессии, которые включают химическую оружие, заручники в Украине, расстрел мирного населення, тортури, в принципе, оружие на Украинской территории, в том числе, на сирийской территории, на грузинской территории. Я думаю, что вся эта сукупность международных злочиней российского керівництва «нарешті змінило» и ставление світовых лидеров. Чому говорю «нарешті»? Потому что мы, как Украина, давно, еще с лютого 2014 года, доводили всему свету, что российская агрессия – это очень небезопасно. Что мы и наши граждане потерпают, но, на жаль, для другого света это не кинец. Российская оружие и решительная бисичь этой оружии по всему свету, ось, что я уверен, изменится и изменится этим временем. О том, как остановить агрессию России против Украины и как отвечать на другие вызовы глобальной безопасности, говорили на этой неделе на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности. Это одна из уже традиционных площадок для дискуссий между украинскими и западными политиками. Побывала на форуме и Ольга Теребинская. Украина готовится разорвать связи с Содружеством независимых государств. Киев намерен выйти из всех органов управления СНГ. Такое заявление президента на Киевском форуме по безопасности вызвало аплодисменты. Зоглядно на то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНД, и отмогу этой структуры СНД засудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы вместе с урядом подготовили пропозицию о официальном прекращении нашей участии в статутных органах СНД. Реально как и остаточного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске. Президент также заявил, что внесет в парламент законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Упомянул и о предоставлении Украине летального оружия. Ведь такая помощь сдерживающий фактор для Кремля, и ее нужно увеличивать. Это мнение поддержал и премьер Литвы. Выполнять условия Будапештского меморандума призвал подписантов лидер украинских радикалов Олег Ляшко. Единственное возможность остановить ядерную оружие и расповсюджение это выполнение Будапештского меморандума тех обязанностей, которые дали страны гарантии перед Украиной. Чтобы весь мир увидел, что Украина не потерпает от агрессии, гарантии перед ней выполняются. И что ядерная оружие не должна быть инструментом для защиты, единым инструментом для защиты национальных интересов и суверенитета. Таким защитом могут служить международные угоди, повага к правам людей, верховенство права, вызнание кордонов государств. Настало время для четких и эффективных действий, которые позволят остановить российскую агрессию. Об этом, в свою очередь, заявил премьер Владимир Гройсман. Противостоять угрозе со стороны России сообща, призывает и замминистра обороны США Роберт Карм. По его словам, Россия нарушает международные договоры и пытается изменить мировой порядок. Эти попытки не новые, но инструменты, которые использует Кремль, могут уже быть в лэптопах и девайсах. И так по всему миру. Это эхо холодной войны и дезинформации. В июне 2017 года военные России осуществили кибератаку с помощью вируса Петя, что привело к огромным финансовым потерям в Европе и в Америке. Это была угроза безопасности инфраструктуры по всему миру. «Опыт Украины в противодействии гибридным угрозам России очень ценен для НАТО», заявляют представители Альянса. Один эксперт вчера вечером сказал мне, что Украина получила определенную вакцинацию от фейковых новостей и дезинформации. И это очень важный комментарий. Я хочу сказать, что НАТО с нетерпением ждет возможности перенять ваш опыт. Мы знаем, что есть определенная платформа между НАТО и Украиной, созданная для противостояния гибридным проявлениям. Росгетт Мюллер также отметила, что в Украине уже реализованы многие реформы, но призвала власть учесть рекомендации Альянса во время принятия закона о нацбезопасности. И добавила, что вступление Украины в ЕС и НАТО – это не мечты, а реальные цели. Ольга Теребинская, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Появляется все больше деталей по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Теперь ясно, почему отравляющее вещество подействовало не так, как рассчитывали убийцы. Вил Мирзаянов, один из специалистов по новичку, работавший над ним еще в советском НИИ, так поясняют результаты расследования в Британии. Отец и дочь не погибли из-за влажности. В тот день в Солсбери был туман, то есть частицы воды в воздухе. А новичок начинает слабеть, когда вступает в реакцию с водой. Что еще удалось узнать по этому делу за неделю и почему придется разрушить не только дом Скрипалей, но и даже ресторан, в который отец с дочерью зашли в день отравления, выясняла Ирина Иванова. На этих кадрах, попавших в СМИ, Юлия Скрипаль в сопровождении охраны покидает больницу в Солсбери. Ее увозят в засекреченный военный госпиталь продолжать лечение. Это первое видео дочери бывшего полковника ГРУ после отравления новичком, одним из самых токсичных веществ в мире. А началось это громкое шпионское дело тут. 4 марта Юлию и Сергея Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в сквере на скамье. Она стояла тут, возле колодца, но теперь ее демонтировали для проведения экспертиз. А это та самая окружная больница, куда и привезли отца и дочь на грани жизни и смерти. И в медучреждении небольшого провинциального городка врачи смогли своевременно поставить диагноз. Когда Скрипалей привезли в больницу, там находились медики, прошедшие тренинг помощи пострадавшим от химического оружия. Они ввели нужный антидот. Сергей Скрипаль изначально был в худшем состоянии, чем Юлия. Криминалисты полагают, что он первым взялся за дверную ручку с гелем, содержащим яд. Но сейчас он тоже идет на поправку. Оба пациента исключительно хорошо реагируют на наше лечение. Но они на разных стадиях выздоровления. Хоть отец идет на поправку медленнее, чем Юлия, надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в ближайшее время. Я приветствую тот факт, что Юлию Скрипаль выписали из госпиталя. Желаю ей успехов в дальнейшем выздоровлении. И огромное спасибо всему персоналу больницы в Солсбере, которые ухаживали за Юлией и ее отцом. Военно-техническая лаборатория в Порт-Ан-Дауне. Именно здесь установили, каким токсином были отравлены Скрипали. Накануне выводы британских специалистов подтвердили эксперты из Организации по запрещению химического оружия. Они работали в Солсбере с 19 марта. Эксперты завершили свою работу. Они собрали образцы крови троих пострадавших, Скрипалей и офицера полиции, и отправили их на тестирование в четыре независимые лаборатории с международной репутацией. Результаты идентичны проводимым в Великобритании анализом. Это был военный нервный агент высокой чистоты. Действительно новичок. Химическая структура установлена. Правда, сама формула, как и название вещества, содержится в еще одном закрытом докладе Организации по запрещению химического оружия. Документ передали всем странам-членам организации, в том числе и России. А в самой Британии сейчас начнут большую зачистку. Кристи Миллер-Роуд. Небольшая улочка в Солсбере, где расположен дом Сергея Скрипаля. Журналистов туда не пускают. Въезд круглосуточно охраняет полиция. Оцеплены также ресторан Зизи и Паб Замил, где в тот день побывали жертвы. По некоторым сведениям, все три строения должны снести. Сергей Скрипаль вел настолько тихий образ жизни, что для местных соседство с бывшим шпионом стало шоком. А сейчас люди активно обсуждают, будут ли сносить его дом. Официального подтверждения не было, но все равно сложно представить, что кто-нибудь захочет жить в этом доме. Яд мог проникнуть в части строения, например, в ткань или кирпич, которому свойственна высокая абсорбация. Теперь у Скрипалей будет новый дом и, вероятнее всего, где-то в США. В прессу попали данные, что к пострадавшим могут применить американскую программу защиты свидетелей. Британская секретная служба Ми-6 якобы уже согласовала план с коллегами из ЦРУ. Жертвы получат новые имена, паспорта и место жительства. Куда сложнее будет найти и наказать виновного в преступлении. Великобритания и Россия продолжают играть в войну словами. На следующей неделе в очередной раз по делу Скрипалей соберется СовбезООН. Также на среду Лондон созвал заседание Организации по запрещению химического оружия. Будут обсуждать подготовленный доклад. Возможно, потребуют доступ к секретным российским лабораториям, где, предположительно, разрабатывали новичок. Из Солсбери Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности недели Британское бюро телеканала Интер. Президент Украины Петр Порошенко сегодня дал интервью журналистам трех каналов. Участвовала в разговоре и моя коллега Наталья Белошева. Это интервью вы сможете увидеть сразу после рекламы в третьей части нашего выпуска. Я же с вами прощаюсь. До следующей пятницы. Встреча субтитров А.Семкин Вітаю вас, шановні глядачі и пане президенте. Цей тиждень дуже рясний на події у світі і в Україні. Отже, нам є про що говорити. І давайте почнемо одразу з реальної загрози. Останніми днями настільки загострилося протистояння в Сирії, що експерти називають і оцінюють ситуацію як за крок до війни на Близькому Сході. І при цьому прагматично припускають, що Путіну буде не до нас. Які ваші прогнози? Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас. Я дуже радий можливості поспілкуватися. Христос воскрес, оскільки ми одразу вже після Великотних свят. І, на жаль, наша Великота спокою, стабільності, миру у світі не додала. Мова йдеться не лише про події в Сирії, де відбувалося застосування хімічної зброї сирійською армією Асада. І за допомогою Російської Федерації, яка координувала, а можливо, брала участь в цьому злочині, це було підтверджено документами, які виносилися Сполученими Штатами Америки і Британію на засідання Ради Безпеки і Організації Об'єднаних Націй. І ситуація, безумовно, є дуже загрозлива. Застосування хімічної зброї притричить всім конвенціям Організації Об'єднаних Націй, є надзвичайно небезпечною і є де-факто з застосуванням зброї масового враження. Друга позиція – це є той факт, що Росія застосувала хімічну зброю не лише в Сирії. Вперше за багато-багато років хімічна зброя Російською Федерацією була застосована в Європі. І спроба замах на вбивство пана Скрипаля, колишнього співробітника Головного розвідувального управління Російської Федерації, і використання активних речовин отрути, які вже ми маємо офіційне заключення міжнародної експертної лабораторії, яка уповноважена давати ці подібні заключення, стверджується, що це є той вид отрути, який наголошувала Великобританія, підтверджуючи звинувачення Великої Британії. Ви пам'ятаєте, що Україна плічо-пліч була з усім світом, і разом з США, з Британією, ми вислали росіян, який називався дипломатами, а за інформацією наших спецслужб проводили розвідувальну діяльність. І цей знак солідарності України був дуже високо оцінений нашими партнерами. Це є адекватна реакція на ті події, що відбулися. Тут маємо два висновки. Перший висновок. Організація об'єднаних націй потребує негайного реформування, позбавити право веду країну-агресора. І друге питання, що нам потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, в тому числі НАТО, в тому числі і ширше відкрити двері для України в це безпекове об'єднання. Пане Президенте, якраз коли говоримо про Радбезон, про право вето і ви говорите про миротворчу місію, от в цьому контексті зараз триває дуже активна фаза домовленостей щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Офіційно вже декілька країн зголосилося взяти участь у цій місії. Днями у вас так само відбулися надзвичайно вдалі переговори у Туреччині. Під час обговорення питання миротворців, чи говорите ви про якісь, ну бодай не дати, а терміни ведення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу? Враховуючи так само, що от ви самі говорите, і всі ми знаємо, що Радбезон, де Росія є постійним представником Радбезон, вона просто заветує це рішення, тому що вона такого формату, на якому наполягає цивілізований світ, абсолютно не хоче. Я вам готовий розповісти лише події останніх п'яти днів. Візит в Туреччину, ефективні переговори з Артоганом, з Реджеп Теппі, президентом, який щойно провів в Стамбулі дуже важливі міжнародні заходи. З Мівлютом Човишогли, міністром закордонних справ, де ми чітко наголосили, в тому числі, і координацію наших дій в безпековому форматі. З візит Німеччину, де ретельно обговорювалося питання з канцлером Ангілою Меркель, з президентом, давним другом України, також, як і канцлер Франк Фальтером Штайнмаєром, новим міністром закордонних справ, де багато хто мали помітити надзвичайно потужний посил. Німеччина нарешті почала називати події на сході нашої держави агресією Російської Федерації проти суверенної і незалежної України. Це є дуже потужна дипломатична перемога. І скрізь телефонні розмови з прем'єром Великої Британії Терезою Май, телефонні розмови з щойно переобраним президентом Єгипту, телефонні розмови з президентом переобраним Азербайджаном Вільханом Гідарчим Алієвим і багатьма іншими. Україна сьогодні є абсолютним важливим гравцем на світовій політичній карті. Для нас питання надзвичайно важливе, питання миротворців. Якщо навіть півтора року тому, два роки тому, світ слухати не хотів про миротворців, по-перше, вони казали, що це дуже дорого, це декілька мільярдів доларів, ця місія. По-друге, ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент мінських домовленостей і повернути захоплення росіянами землі під український суверенітет. І це не лише події останнього тижня. У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилося взяти участь в вкладі миротворчої операції. Починаючи від Канади, моїх переговорів з Жустіним Трудов, починаючи від представників країн Великої Сімки і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО. Австрія, Швеція, Фінляндія і багато-багато інших. І на сьогоднішній день вже створюється атмосфера, що миротворці потрібні, без миротворців не можна. І ти не можеш, шановний пан Путін або нешановний, пояснити світу, а чого ж ти проти? Значить, це на тобі лежить відповідальність щодо щоденного поранення та вбивств українських військових і українських цивільних. На тобі особисто лежить відповідальність щодо розгортання війни і агресії проти нашої держави. І ти дуже легко це можеш зробити. Це просто не застосування правовета. Більше від тебе ніхто нічого не потребує. І формат має бути такий, що мандат миротворців має бути по всій окупованій території. І миротворці, вони ж не кисєйні баришні. Бо я думаю, що розуміння також було дуже дивне, коли вони пропонували застосовувати миротворців як ескорт. Для спостерігачів ООН. Ескорт – це дещо інше, шановні або нешановні росіяни. А у нас потрібна повноцінна миротворча місія, яка буде мати мандат, повноваження і можливості щодо розброєння незаконних збройних формувань російського або місцевого походження під контролем росіян, які в порушення закону в кількості більше 45-50 тисяч осіб забезпечують вашу окупацію. І тоді миротворці зайшли, допомогли розпроїти, встановили мир і необхідні безпекові кондиції, умови для початку політичного регулювання через місцеві вибори, де на місцевих виборах можуть брати участь українські політичні партії, українські компанії, українські ЗМІ, міжнародні спостерігачі, які дозволять нам провести вільне воловиявлення громадян, в тому числі із урахуванням голосів тімчасово переміщених осіб, які були примушені покинути окуповану територію. А мова йдеться про 1 мільйон 600 тисяч, це сотні тисяч українських громадян, які позбавляють свого права обирати собі місцеву владу і боротися за повернення України. Тому миротворці є надзвичайно важливими. І так само, як і агресія, вже ніхто не має використовувати термін конфлікт на Сході, а це саме агресія, так і саме миротворці. Без миротворців. Той, хто проти миротворців, той за війну. І ми не допустимо, щоб українців вбивали. А є якісь сроки, готуточнічі запитання, власне, часові терміни? Коли це може відбудеться? Ми готові, як тільки Росія буде, прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування в Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проєкт. Я особисто звернувся до генерального ситеря Організації об'єднаних націй Антоніо Гут'єреші, щоб на схід України було спрямовано спеціальна оцінювачна місія, для того, щоб ми оцінили, точніше, ООН оцінили, вартість, чисельність, терміни розгортання, попередні умови. І почалася практична робота щодо реалізації зазначеного проєкту. А коли вони можуть до нас приїхати? Оціночна місія може приїхати за рішенням генерального ситеря без рішення Ради безпеки. Але загалом я роблю все можливе для того, щоб ми розгорнули цю місію вже в 2018 році. Я немного уточню по твоєму вопросу, якщо можна. Буквально через місяць статус АТО зміниться на операцію об'єднаних сил. Я думаю, що не через місяць, а воно має змінитися, розкрию таємницю, 30 квітня. Я думаю, що на сьогоднішній день це кардинально міняє організацію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України. Взаємодія між Службами безпеки України і приданими підрозділями Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії є абсолютно іншими, ніж ті, що передбачені в законі про реінтеграцію Донбаса. Я дуже дякую парламенту, Верховній Раді, що підтримала мої пропозиції щодо стратегії звільнення Донбасу. І керівництво переходить до Збройних сил України. І в Збройних силах України з'являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію. В Збройних силах України переходить їх підпорядкування частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, прикордонників, Національної поліції і інших. Ми безумовно переконані, що це зробить дії українських військових набагато більш ефективними. Не лише в відсічі збройній агресії, а й в протидії диверсійним групам. Ви знаєте, що кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400. Терористи готуються в лагерях, які розташовані в таборах Ростовської, Білгородської, Курської та інших областей Російської Федерації. Частина з них набирається і виробується на українській окупованій території. Частина – це російські громадяни, то українська держава має бути об'єднана сильно разом з українським суспільством, українським народом, для того, щоб протидіяти цим загрозам. Петр Олексійович, ми можемо повернутися до Вашого визиту в Германію і общення з Меркель относительно Северного потока-2. Расскажіть, є ли у нас хоч якій-то шанс, що він буде заморожений, тому що Фінляндія і Германія вже підписали? Якщо цього шансу немає, то які-то зараз ми меры вже приймаємо, для того, щоб бути готовими до того, що ця труба на нашу голову упадет? Ключова позиція, яку ми демонструємо нашим партнерам, і для нас це сьогодні є величезна актуальність, я включив до складу делігації пана Коболєва, голову НАКО «Нафтогаз України» і не давимо слова під час переговорів з канцлером, ми домовились по низки практичних кроків, і результатом переговорів було те, що Німеччина вперше заявила, що перший пункт, що північний поток є не лише економічним, а політичним проєктом, що ми доводили багато місяців, і друге, що він не може бути реалізований, не враховуючи інтереси України. І вже через день, наступного дня, під час переговорів з великим другом України, прем'єр-міністром Данії, паном Расмусеном, також було задекларовано, що Данія, яка є на сьогоднішній день форпостом, і уряд Данії, поки що надзвичайно відповідально підходить до надання дозволу росіянам в якості також дуже важливої умови є захист інтересів України. Слухайте, коли це було, щоб більшість європейських країн в своїх переговорах по внутрішнім рішенням, по енергетичної безпеці Європейського Союзу кожний раз наголошував на необхідності врахування інтересів України. Це і є сьогодні результати підписаної угоди про асоціацію, результати реформ, які здійснила Україна, які визнані Європейським Союзом, включно з енергетичними реформами, і є фактично фундаментом для розширення напрямків співпраці, так називаємо, східне партнерство плюс. Бо ми передбачаємо включити туди, для тих країн, які прагнуть європейську інтеграцію, мова йдеться про Україну, ми провели дуже ефективні консультації з Молдовою і Грузією, для того, щоб був включений енергетичний пакет, або енергетична угода, де країни Східного партнерства плюс отримують ті самі права, що і країни-члени. Цифровий Союз, який надасть можливість ефективного включення цих країн в цифровий Союз Європейського Союзу, починаючи від дуже простих речей, як роумінг для українських громадян, які, використовуючи безвіз, вільно подорожують країнами, чому б вони не мали такі самі права, як і громадяни Європейського Союзу з точки зору комунікації. Це можуть бути різні варіанти, починаючи від того, що Україні буде гарантовано не зниження обсягу транзиту. В тому обіому, в якому воно січається. Але проблема в тому, що ніхто це не може гарантувати. Гарантувати це може лише той, хто постачає. Чим? Підписаною угодою. Яка гарантується, в тому числі, рішенням суду. Так і зараз. Я хочу наголосити, що всі газові угоди Російської Федерації з усіма країнами Європейського Союзу мають арбітражну оговорку, як стокгольмський арбітраж. І сьогодні ми бачимо, що Росія не виконує рішення стокгольмського арбітражу не лише в частині сплати нам 4,6 мільярда доларів, як компенсації збитків, які виграла Україна, так і в частині постачання нам газу, де росіяни зобов'язані були виконувати контракт, і суд це підтвердив. І сьогодні, наскільки Росія ненадійний постачальник, бачить вся Європа. І в будь-якому разі час працює на нас. І хочу наголосити і заспокоїти всіх українців. Кожний долар з рішення про 4,6 мільярдів доларів Україна отримає. Ми, я в цьому абсолютно впевнений як президент, координуємо дії наших юристів, і в мене не виникає жодного сумніву з цього приводу. Є єдина обставина, що кожен день затримки виплат приносять, або з більшої суми, яку Газпром має виплатити нам, мінімум на півмільйона доларів в день. Що хтось готовий додаткових пільмільйона доларів профінансувати Україну, це та ціна, яку росіяни заплатять. Я хочу ще раз наголосити, Росія не обійдеться без української газотранспортної системи. В будь-якому разі, після 2019 року в тому числі. Друга позиція, що північний поток є абсолютно політичним проєктом. Туди треба вкласти 15-20 мільярдів, у нас система готова. Причому ми готові транспортувати не 70-80-90 або 94-97 мільярдів кубів газу, які були транспортовані в 2017 році, ми готові транспортувати і 150 мільярдів. Тобто, будівництво північного потоку і викидання на вітер 20 мільярдів цих грошей, воно є абсолютно економічно беззмістовно. І це я кажу лідерам Європейського Союзу, що ви просто робите газ, який ви будете купувати, дорожчим, а свою економіку не конкуренто здатною. І ви дієте в даному випадку аж як не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності Європейського Союзу і конкуренто здатності Європейського Союзу. І я хочу вас запевнити, що мій голос, так само як і голос України, дуже добре почутий. Вчора на безпековому форумі ви чітко заявили, що Україна наполягатиме на отриманні плану дій щодо членства в НАТО. З огляду на те, що у нас війна на Донбасі, результати соцопитувань, все це логічно, але наскільки це реалістично? Адже всі кажуть, що країни в стані війни в НАТО не беруть. Нам колись казали, що ми не підпишемо угоду про асоціацію. Потім казали, що нам не нададуть безвізовий режим. Потім казали, що країнам в стані війни ніхто ніколи не надасть літальну зброю. Потім казали, що в нас нічого не вийде. Дивіться, я закликаю, не звертайте увагу на тих, хто намагається зупинити наш український рух. Я не дозволю цього зробити. Я впевнений в тому, що у нас є спільні питання безпеки. Це не лише питання української безпеки. Це питання регіональної безпеки, європейської безпеки і трансатлантичної світової безпеки. І світ зацікавлений мати Україну в форматі безпекового об'єднання. Друга позиція. У нас є рішення Пухарестського саміту НАТО 2008 року, який тримає двері відкритими. І питання стоїть, перед Україною ми маємо імплементувати або гармонізувати українське законодавство з законодавством країн НАТО. Ми зробили величезний крок. Президент вніс, а Верховна Рада підтримала майже конституційною більшістю в першому читанні законопроект про національну безпеку. Це базовий законопроект інтеграції України в НАТО. Навіть мови немає. І третя позиція. Я хочу нагадати вам, що ключові провідні країни-члени НАТО, США, Велика Британія, Франція, є гарантами української безпеки по Будапештському меморандуму. Інших механізмів забезпечення української безпеки, ніж зараз членство України в НАТО, не існує. І мова йдеться про те, щоб вони виконали взяті на себе зобов'язання. І ми будемо дуже наполегливо робити всі необхідні кроки для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Наголошую, що український воїн сьогодні на сході нашої країни захищає не лише українську землю. Він захищає свободу і демократію, і європейські цінності нашого цивілізаційного вибору, Європейського Союзу. І порушити цю позицію я нікому не дозволюю. Ви бачите, що і зараз, і на безпековому форумі, і в США черговий раз, кожен раз йде підтвердження, підтримки євроінтеграційних і євроатлантичних аспірацій, побажань України. Тому нам треба своє робити. І я в цьому не маю жодного сумніву. Дуже коротке запитання, оточення, з приводу надання плану дійшого до членства. Україна буде подавати окрему заявку, і коли це може відбутися? Україна уже звернулася листом за підписом президента щодо бажання отримати перспективи членства. Це вже відбулося, це було дуже широко висвітлено в засобах масової інформації. Україна стала країним аспірантам, тобто вона вже подала своє прохання, і на сьогоднішній день жодних юридичних перешкод щодо цього немає. Це позиція перша. І друга позиція, що ми нікому не дозволимо використовувати тічі інструменти, для того, щоб нас зупиняти. Країна знаходиться в стані війни, і країна є об'єктом агресії. Ми пов'язані багатосторонніми, двосторонніми угодами. І зупиняти наш рух буде надзвичайно небезпечно. Є і інші позиції, які ми сьогодні активно намагаємося робити. Вчора було, я озвучив також декілька важливих ініціатив щодо врегулювання наших відносин з Російською Федерацією. Перше, це є ініціатива про призупинення окремих статей Великого договору з Російською Федерацією. Наголошую, що коли окремі критики кажуть, а чого ж ви раніше цього не робили? Почекайте, так у вас було там три з половиною роки, коли ви мали це зробити, ні, дорогі ми. Треба бути абсолютно компетентним і професійним. Юридично країна повинна мати підстави, відповідно до 51-ї статті статуту Організації об'єднаних націй, щодо призупинення цих статей. І в першу чергу це стосується, якщо країна є об'єктом агресії і зупиняє їх в рамках забезпечення прав на національну оборону. І ні в 2014-му, ні в 2015-му, ні навіть в 2016-му році загально визнаного терміну «російська агресія» в міжнародних документах нам не погоджувало. Всі стедливо це казали, що, друзі, це конфлікт на Сході України. Який конфлікт? Громадянська війна? Чи щось інше? Все воно йшло в форматі російської гібридної війни. І лише в 2017-му, 2018-му роках в міжнародні документи в першу чергу після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу пішов офіційний термін, як в українське законодавство, так і в міжнародні документи російської агресії. І в зв'язку з агресією Україна сьогодні має право призупинити і норму щодо стратегічного партнерства, і норму щодо військової співпраці, і норму щодо військово-технічної співпраці, і багато інших норм, які на сьогоднішній день не є в інтересах України. Але твердо залишаються норми про суверінітет, територіальну цілісність і незалежність України, про міжнародно визнані кордони, які зафіксовані в цьому договорі. І те, що на сьогоднішній день обов'язково працює на нас, воно залишиться. Ця модель має бути найближчим часом мною запропонована Верховній Раді, і я твердо переконаний, що Верховна Рада з цього приводу мене підтримує. Так само, як і прохання для нашого Кабінету міністрів і для Верховної Ради щодо виходу або припинення перебування України в органах СНД і відкликання наших представників з Мінську. Бачите у нас скільки великі, величезних, надзвичайно активних ініціатив, і хочу вас запевнити, що ця наполаглива робота буду продовжувати. Ви якраз відповіли на мій питання, тому я хочу спросити, відносительно Ах'янської тройки, це значить, що нормандська четверка більше не существує? Друзі, немає ніяких Ах'янських троєк, двоєк або чого іншого. Є факт, коли Україна буде використовувати будь-які міжнародні формати, починаючи від Генеральної асамблії Організації об'єднаних націй, Ради безпеки ООН. Нещодавно було прийнято рішення ЮНЕСКО по спостереженню за абсолютно брутальним, варварським поведінкою Росії на території окупованого Криму. Рішення Ради справ людини ООН, рішення щодо Міжнародного суду ООН. Всіх міжнародних майданчиків для захисту національних інтересів України. Звичайно, що коли президента України запрошують в Ахен, там будуть присутні велика кількість міжнародних лідерів, то там будуть проведені в тому числі і консультації, в тому числі і стосовно безпекових питань. А чого ви говорили з Терезами по телефону? З Терезами ми говорили про... Перш за все, я висловив підтримку щодо дії Великої Британії в зв'язку з хімічною атакою проти Британії і громадян Британії з боку Російської Федерації. Скоординували наші дії щодо співпраці в обміні розвідданими, в військовій, військово-технічній співпраці, підтримка Великої Британії питань санкцій проти Російської Федерації. Мова не йдеться про те, що... А чому ви раніше не застосували санкції проти тої чи іншої російської компанії? Якщо російська компанія на сьогоднішній день не працює в Україні, застосування санкцій було беззмістовним. Для мене головна мета, щоб санкції були глобальними. І тоді, коли санкції глобальні, вони є ефективні. Вони ж робляться не для піару. Вони робляться і не для того, щоб якось нашкодити Росії. Мова йдеться про те, щоб створити потужну мотивацію Росії повернутися за скіл переговорів, забрати війська з української території, дозволити не застосовувати право вета по миротворцях, припинити агресію проти українського Донбасу і українського Криму. І тут ми маємо зробити, англійською мовою це каже, «тейломейт» – дуже детально розраховану ювелірну роботу, яка принесе обов'язково свій результат. Чотири-три роки тому ніхто в успіх цієї позиції не вірив. Я хочу нагадати, рік тому, одразу ж, як був обраний президент Трамп, що казали мені? Все, Україну розміняють на Сірію, Трамп за спиною України домовиться з Путіним, а Україна залишиться на узбічні. Де зараз ці критикани, так звані експерти, які безперервно з екранів українського телебачення розповсюджували цю так звану зраду? От на сьогоднішній день я впевнений, що по тим питанням, де є пряма відповідальність президента, по питанням зовнішньої політики, Україна сьогодні знаходиться на дуже високом порядку денному всього світу, в тому числі наших партнерів, в питаннях національної безпеки і оборони. Я пишаюся тим, яка створена українська армія, якої не було. На сьогоднішній день вони демонструють найкращі показники в будь-яких спільних тренінгах з будь-якими нашими партнерами. І я дякую за нашу сьогоднішній зустріч. Дякую вам за вичерпні відповіді. До зустрічі. І ще раз Христос Воскресі. Так, зі святом. Дякую вам. Дякую вам.